Привет, ребята, и добро пожаловать на очередной влог В этом видео я буду показывать вам мою поездку в Гань Эта поездка была не просто путешествием, а меня пригласили как ютубера на фестиваль блогеров Это мероприятие называется Video Days Festival Video Days, и оно проходит раз в году И в этом году меня пригласили, потому что я где-то полгода уже член YouTube Shorts Community Вот здесь вот стоит кнопочка, кнопочка, кнопочка Который мне подарили в этом комьюнити за участие И в связи с этим фестивалем я решила остаться в Гёльне не на день Не на день, не на день, не на день, не на один день А на три На три дня Целых три дня Я поехала в Гёль на три дня, чтобы посмотреть город Показать вам Показать тебе Показать тебе Гёль И сходить на фестиваль Так что я надеюсь, тебе понравится этот влог Давай начнем Начинаем наше путешествие с вокзала во Франкфурте Я еду в Гёль на экспресс-поезде Дорога длится всего лишь час-десять минут Это очень быстро, потому что на машине нужно было бы ехать примерно два часа А на поезд я доехала очень быстро Вот я уже и вышла в Гёльне И дошла до гостиницы Эта гостиница находится недалеко от места, где будет проводиться фестиваль Я специально ее выбрала, чтобы можно было дойти пешком Мне дали номер на самом верхнем этаже Я вообще не знала, как будет выглядеть этот номер И была приятно удивлена Совсем не ожидала, что в номере будет балкон Этот номер рассчитан на одного человека С одноместной кроватью и столиком Первым делом я, конечно же, решила выйти на балкон Чтобы посмотреть, какой там вид Оказалось, что это совместный балкон на весь этаж И между номерами стоят клубы Маленькие кустики Но каждый раз, когда я выходила на балкон Я не видела никого с других номеров Поэтому чувствовала себя уютно А вот и маленькая ванная комната С изображением Гёльнского собора Так как я была голодная Первым делом я решила пойти в магазин И купить тебе что-то перекусить Потому что вечером я планировала Сходить в ресторан и нормально поужинать Вот я купила немножечко продуктов В магазине Альди Побудив гостиницу, я проходила По такому уютному парку Вот там, вон и виднеется сама гостиница В номере есть маленький холодильничек Поэтому я распаковала продукты Купила оливки, бананы, две булочки Одну сладкую на завтрак И одну с сыром покушать сейчас Села на балкончик Очень классно, что была такая хорошая погода Хотя у нас конец сентября был Но все равно очень тепло и солнечно Вечером я решила прогуляться по Гёльну По реке Смотрите, красивый вид Там виднеется Гёльнский собор И вот эти необычные домики Тоже достопримечательность Гёльна Потом мы пошли дальше Обошли реку по мостику Вот там виднеется солнечный закат Очень красиво Сейчас темнеет раньше Поэтому мы любовались таким красивым закатом На речке Потом мы пошли покушать гавайскую еду на ужин Очень люблю рис с лососем И всякими добавками соуса Следующий день был День Икс День мероприятия Из-за которого я и приехала в Гёльн Мероприятие называется Фестиваль Видеодейс Как я говорила ранее Это фестиваль для создателей контента И попала я на него Потому что я создаю видео на Ютуб и ТикТок Вот тут я крашусь Потом подобрала аутвид Решила пойти в таком розовом луке С белыми кроссовками Аутфит чек И вот я пошла на фестиваль Ориентировалась по Google Maps Они завели меня в какую-то глушь Но наконец-то я дошла И получила именную карточку Сначала села посмотреть приветствие Кстати, каждому на выходе подарили подарок Вернее, целую сумку с разными подарками Пока еще не распаковывала Я смотрела приветствие И первого спикера Первый спикер это Александр Принц Но он немецкий, поэтому я сомневаюсь Что вы его знаете Вот он Смотрела я сначала, пока ждала подругу А потом пришла подруга И мы с ней первым делом Пофотографировались в шаре Который поставил YouTube Расслетающими воздушными шарами Там было много разных фирм И каждый организовал что-то свое Сверху проводились воркшопы С разными спикерами Вот, например, один От немецкого телеканала РТЛ Вот еще одна из локаций Здесь раздавали бесплатный попкорн И еще можно было сделать видео С камерой, которая вертится вокруг тебя Вот что у нас получилось Но немножечко я была недовольна Потому что как-то мы с подругой Не совсем в центре видео Но зато нам дали сладенький, вкусненький попкорн Мы пошли на другой воркшоп От фирмы Adobe Они рассказывали про искусственный интеллект В одной из их программ После чего мы проголодались Там предлагали еду Все было веганское Потому что в Германии Это очень большой тренд Вот я купила булочку И после чего Мы были на очередном воркшопе Вот эти вот девочки, которые вы видите Это знаменитые немецкие блогерши А вот эта вот музыкальная группа Была возможность попасть на meet and greet С разными звездами Вот, например, как с этой группой И потом мы еще хотели попасть К одному блогеру Кулинару Но нужно было участвовать в розыгрыше В инстаграме И только тогда можно было получить место Если ты выиграл Мы не выиграли Поэтому смотрели за ним издалека Вот Потом мы решили зайти обратно И еще поучаствовали В небольшой фотосессии От марки Кэнон Там стояло очень много камер И нужно было делать позу Нам распечатали фотографии И если просканировать этот QR-код То перейдешь на видео Именно вот эта вот фотография в движении Было очень даже прикольно Остались фотографии на память нам Вообще там дарили еще разные подарки Поэтому в номер я шла с огромным пакетом Когда пришла, услышала это В моем номере сломалась вентиляция Поэтому я пошла на ресепшн И попросила, чтобы мне дали другой номер Вот я переселилась в мой новый номер На последнюю ночь Он еще больше С двухместной кроватью И тоже с большим балконом Вечером на этом мероприятии Кстати, еще был большой концерт Вознаграждение блогеров года Я в этот день больше ничего не снимала Потому что телефоны были на зарядке На следующее утро я проснулась рано Ко мне в Кёльн приедет подруга И мы с ней будем гулять Сначала я все-таки посмотрела Что за подарки мне подарили Потому что мне нужно было их как-то упаковать Я не ожидала, что еще столько вещей прибавится Потому что моя сумка и так была тяжелая Вот Всякие подарочки Футболка, шапочка, наклейки и так далее Чаек от спонсора Я решила сдать свою сумку в сейф на вокзале Чтобы не таскаться с ней целый день Тем более, как вы видите Мне еще подарили керамическую кружку Я собрала все вещи И пошла на вокзал встречать подругу Вот такой красивый вокзал в Кёльне Хотя в Ракурдске мне гораздо больше нравится Мы пошли позавтракать в кафешку Я себе кофеечек с маффином С малиной и маскарбоном Мы посидели, поболтали с подругой Я рассказала ей о том Что такого интересного было в Кёльне В эти последние два дня И мы пошли в шоколадный музей Это знаменитый музей Кёльна От фирмы Линд Шоколадная фирма Линд, который производит шоколадки Шоколадки Вот этот музей Он находится на реке Там было много школьных классов Но все равно было достаточно места На входе нам подарили шоколадки И мы пошли Для начала здесь рассказывали о том Как растет какао Показывали какао-бобы Растения Можно было очень много почитать И посмотреть о производстве шоколада После чего Была шоколадная фабрика Там можно было реально видеть Как производят шоколад Можно было ходить От циферки к циферке И смотреть на все шаги Производства шоколада Вот здесь шоколад трясут Для того, чтобы убрались пузырьки А вот он уже готов И можно было даже взять шоколадку Вот тут берут Взять шоколадку, попробовать Я вообще люблю шоколад Но в последнее время Обращаю внимание на то Сколько сахара я ем Потому что все-таки это не так полезно Поэтому я там ничего не пробовала Вот здесь я думала Эта женщина робот Или настоящая Но потом поняла, что настоящая Здесь тоже можно было кушать шоколад Вот такой красивый вид На реку Я увидела, что там висят шапочки И конечно же мне нужно было их примерить Вот так И там еще продают Разные шоколадки Фирмы Линд Вот здесь показаны разные упаковки Шоколада Киндер Я почему-то знаю только этого мальчика С 2006 года А остальных нет Вы тоже? Вот шоколадки Ридер Спорт Можно посмотреть, насколько мы старые Какие упаковки мы знаем А какие нет После музея мы пошли в кафешку В очень необычную кафешку Я решила удивить подругу Потому что она любительница кошечек И повела ее в кафе с кошками Там реально бегают кошки Можно их гладить Они повсюду лежат Вот, например, две кошечки спят Было очень смешно Потому что черная кошка лежит на товаре Который продают Так что можно купить футболочки С кошачьими волосами Там еще были и другие кошки Но они в основном спали Как двойственно кошкам Они особо не проявляли интерес к людям Думаю, в кафешке с собачками Все было бы по-другому Мы заказали покушать Кстати, этот ресторан полностью веганский Я заказала сэндвич А моя подруга Бургер Я вообще не веган Но как-то так получилось Что я ела в Кёльне очень много веганской еды Вот здесь на стенах висят Всякие штучки для кошек После чего мы поехали В сторону Кёльнского собора Меня очень приятно удивило это метро Все так чистенько Красиво оформлено Вот мы доехали до собора Это шикарная архитектура Я просто в восторге Как все детально проработано Потом мы зашли вовнутрь Там, конечно же, огромные высокие потолки И вообще, в принципе, мне Кёльнский собор Напомнил Барселону Там тоже собор с подобной архитектурой Ну, конечно, в разы красивее Мы с подругой немножко посидели Поболтали о жизни И после чего нам уже нужно было потихоньку Двигаться к вокзалу Вокзал буквально в пару шагов Находится от этого собора Так что все близко Сначала мы пошли забирать мой чемодан Который я оставила в сейфе Я всего заплатила 6 евро Чтобы он там постоял день Вот я вставила карточку Потом открылась дверца И моя сумка приехала Вот так вот я ее забрала На оставшееся время мы решили посидеть в Старбаксе Я купила осенний напиток Pumpkin spice latte И тортик малиново-шоколадный Было очень-очень вкусно К тому же мы сидели с таким красивым видом На Кёльнский собор Обратно мы поехали Также на экспресс-поезде Называется ИЦИ И он тоже быстро нас довез до Франкфурда Примерно за час двадцать А вот мы уже и во Франкфурде Вдалеке виднеются высотки Которых мне, кстати, в Кёльне не хватало Я люблю высокие города Такие как Франкфурд Я надеюсь, тебе было интересно смотреть этот влог И я могла тебя расслабить перед сном Напиши мне в комментарии Понравилось ли тебе Что для тебя было интересное Что для тебя было новое И я надеюсь, что мы с тобой скоро увидимся в следующем видео Давай, спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok